Ас-саламу алейкум, дорогие братья и сестры. Продолжаем разбирать статью о первосходителе на Игрус. Я еще раз я представлюсь. Я являюсь его потомком. Хачиров Мурат Мамеляевич. Текст французского перевела Генара Аскировна Бабоева. Далее зачитаем текст. Лао. Абазинский князь перепрыл Кубань, чтобы нанести визит генералу. Со временем последнего бунта черкесов, проживающих в этой местности, их прогнали за пределы Кубани. Тут я остановлюсь. Опять абазинского князя Кубфер называет черкеса. Чтобы противостоять их вторжению, им запретили устраиваться на правом берегу этой реки. Князь Лао также проживал на другой стороне Кубани. Он разделся, чтобы переплыть реку и взял одежду у казака, чтобы предстать перед генералом. Следуя течению комары, мы достигли, наконец, долины Кубани, что и стало концом нашего путешествия. Так как вода пребывала из-за таяния снегов, невозможно было перейти реку Убро. Мы установили лагерь там же, на берегу Кубани, пройдя несколько верст. Руины церквей и могил, которым покрыто середина этой прекрасной долины, доказывают, что здесь когда-то жили люди. Нам встречались часто камни, то лежавшие, то стоявшие вертикально, на которых видны были следы римских крестов. Другие камни, которые казались более свежими, имели надписи на арабском языке. В данной странице видно, что экспедиция... Я вышепрочитанному делаю опять объяснение. В данной странице видно, что экспедиция направляется в сторону Кубани. То есть территории карачаются в этих землях проводниками, но опять-таки могли быть только местные жители. То есть карачаются. Соответственно, они и проводили по этим землям, на которых до сих пор проживают. Перед нашим лагерем, с другой стороны Кубани поднимались руины церкви, построенные на возвышенности крутой скалы. Немного дальше говорили, есть и другие. Мы планировали посетить обе, но, к сожалению, бурные воды Кубани, которые переходить было очень опасно, нам помешали. Мы были вынуждены наблюдать издалека с помощью биноклей. Руины эти хорошо сохранены, они образуют квадрат закругленными углами. Вход обращен к западу, основание церкви к востоку. В тот же день мы совершили экскурсию на каменный мост, мост через Кубань, который расположен в десяти верст выше руины, о которых шла речь. Долина Кубани достаточно широкая и лесистая. Часто встречается бук, виноградная лоза, яблони. Скалы, которые следуют определенное расстояние к течению реки, покрыты богатой зеленью. В нескольких листах от нашего лагеря долина Кубани сужается. Мы шли какое-то время по узкой тропе. Вскоре расступаются и дают проход двум рекам Мора и Тиберда, которые попадают в Кубань. Кстати, устья, резкие моры доходят до аулов Нижние и Ветхние Мора. Они также являются родиной, фамилией Хачировых. А в данной странице описывается территория Карачаевского района. Ну, нынешнее, скорее всего, селение Морая. Вот, и слияние вот этих рек. Мору перешли в брод и оказались в коре у подножия многочисленных скал. Перед тем, как оказаться у каменного моста, мы пересекли ранину, покрытую руинами Ногайского кладбища. Когда-то здесь был значительный аул, который был разрушен войсками генерала Ермолова, который одержал кровавую победу над черкесами здесь. Я опять остановлюсь. Опять тут Купфер называет Ногайцев черкесами. Один из сопровождающих нас, казаков, который участвовал в этой битве, нашел на поле боя саблю, показал мне ее. Она оказалась очень старой и носила надпись «Женуа». «Генуа». Неужели они дошли сюда? Совсем рядом основания равнины резко поднимаются громадные блоки. Так сжимают реку, что она шумно проходит их и падает в форме водопада с высоты нескольких футов. Это и есть каменный мост Кубани. Если бы у нас были бревна, мы бы легко могли пересечь реку в этом месте. После того, как мы осмотрели и отправились в своем лагере, вернулись туда к вечеру. На следующий день мы вышли очень рано утром. Солнце не давало нам много ходить. 29 июля мы пошли по течению Кубани. Кубани посетили Ачкор, на вершине которого все еще было убежище. Полюбовались красивейшим видом на центральной цепи. Тут объяснение даю вышеуказанному тексту. Данной странице под названием «Каменный мост» описывается аул Каминомост. Ташкепюр по-карачаевски. Кстати, родители моей матери именно с этого прекрасного аула. И я свое детство прожил именно в этом ауле. Но и почитав перевод Куфера, мы понимаем, что проводниками опять в данной местности были карачаевцы. Они провели по устью моры, подошли до Каменного моста, то есть Ташкепюр, оттуда начинается вверх устья, Арчурт, Хурзук, Учкулан. И кто мог быть, вот у меня опять очередной вопрос к нашим ученым, историкам, кто мог быть проводниками в данной местности? Если до сих пор также живут карачаевцы там, в то же время жили карачаевцы, кто мог знать эти тонкости, тропы, всех, кто мог проводить, вот именно быть проводниками? Я думаю, это очевидно, это были карачаевцы. Я думаю, на этом мы этот раздел закончим, а продолжение у нас следует.